Друзья мои, всем привет! С вами рубрика «Эксперты клуба. Дорога к миллиону» и я Галина Кулеш. Сегодня речь пойдет о YouTube, о том, как масштабировать себя через видео в YouTube и как использовать YouTube как инструмент масштабирования своего бизнеса, своих проектов или идей. Тема очень интересная для тех, кто имеет свой бизнес, для тех, кто интересуется YouTube, интересуется продвижением своего личного бренда, либо своего проекта. Я вижу уже сердечки, приветствую всех, кто ко мне присоединяется. Я сегодня в уютном кафе, библиотека. По-моему, меня видит Елена Степашкина, Марина Калинина. Добрый день, добрый день, девушки! Итак, значит, о масштабировании своего проекта при помощи YouTube. YouTube – очень мощный маркетинговый инструмент. Я для начала хотела бы привести немного статистики. По мнению экспертов, в 2019 году более 70% будет идти трафик в соцсети именно благодаря видео. Юлия Кузьминова присоединилась. Юлия – основатель и автор клуба «Дорога к миллионам». Очень рада видеть, Юлия. Так, значит, 70% трафика будет при помощи видео в соцсетях. Далее, более миллиарда пользователей используют площадку YouTube, то есть зарегистрировано в YouTube. И это очень мощная платформа, которая представляет собой огромную видеобиблиотеку, в которой имеется огромное количество видеофайлов, книг на разные тематики, на разные рубрики, и можно найти ответ на любой вопрос. Далее, еще, если мы говорим о бизнесе, то следует сказать, что рост продаж после просмотра видео увеличивается на 50%. Поэтому мы это тоже будем с вами учитывать. Ну, век видео. Мы говорим, что видеоконтент рулит. Да, действительно, вы тоже со мной согласитесь, что если раньше очень хорошо продвигались сайты, блоги, то есть статьи, посты очень хорошо продвигались, имели большую, скажем так, то есть контент этот был очень в тренде и популярный, то сейчас в тренде у нас видео. И, конечно же, все предприниматели, которые понимают, что видеоконтент рулит, они все смотрят в сторону YouTube и делают именно ставку на YouTube. Добрый день, Елена. Елена присоединилась к нам, Елена Эрмис. Так, значит, ставка на YouTube. Далее. YouTube получается такая огромная сеть, СМИ номер один, можно даже сказать. То есть это средство массовой информации, которое уже по количеству просмотров превышает даже само телевидение, во много раз, многие каналы. И вы знаете, что и НТВ, и ТНТ, и даже Россия имеют каналы, телевидение имеют каналы на YouTube. Вот в чем преимущество видео именно на YouTube? Ну, во-первых, это долгоиграющий контент. Вы знаете, я зашла недавно на канал, который вела полтора года назад, и видео, которое оптимизировала когда-то, еще в то время, абсолютно бесплатными методами, я посмотрела, там просмотры все растут и растут, и становится все больше. То есть процесс просмотров и пребывания новых подписчиков, и, естественно, и новых клиентов, да, он растет и увеличивается. Там уже видео, которые вышли тогда в похожие видео, они уже набрали и 10 тысяч просмотров, и 11 тысяч просмотров. И я уверена, что эта цифра, она не остановится, она будет точно так же расти и дальше. Далее. То есть следует всего лишь один раз, да, вы выкладываете свое видео, подбираете грамотно к нему название, подбираете описание, подбираете теги, то есть грамотно оптимизируете одно свое видео, оно будет работать на вас долгие-долгие годы. И с каждым годом набираем все большее количество просмотров подписчиков, ну, а следовательно клиентов, да, если уже мы с вами говорим о масштабировании. Далее, да, очень круто, согласна. Далее, видео у нас работает без нас. Вот я сейчас только что сказала, что мы один раз грамотно оптимизировали его, да, и пустили его на просторы Ютуба, и оно работает само. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, оно безостановочно работает на вас, привлекая трафик, привлекая подписчиков, просмотры, ну, и, конечно, вашу целевую аудиторию, потому что вы понимаете сами, что после просмотра видео у вас с вашей аудиторией состаются уже доверительные отношения и остаются на долгое время, да, если не говорить на годы. Мы можем определить свою целевую аудиторию именно при помощи видео, потому что если человеку не нравится, да, какой-то контент, он, естественно, его смотреть не будет, да, и таким образом, естественным путем отбирается своя целевая аудитория, что тоже очень важно. Далее, очень хорошо и очень такой большой, огромный плюс для видео, то, что видео в Ютубе мультиплатформенно, скажем так. То есть, разместив видео в Ютубе, вы оттуда эту ссылку, да, то есть это свое видео можете, ну, выкладывать абсолютно на любой площадке, то есть на любой платформе, везде можно выложить. Но если мы, например, зайдем в Контакты и попытаемся на Ютубе выложить пост, например, из Контакта или из Фейсбука, да, то у нас ничего не получится. Вот, так что это огромное-огромное преимущество. Далее, что я хочу сказать еще по тому, что видео, насколько оно великолепный инструмент. Вот действительно нет лучшего инструмента, чем Ютуб. И я сейчас объясню, почему. Не только благодаря миллиарду пользователей, да, огромному количеству пользователей. Еще хочу сказать, что на территории России вот тоже вот эта статистика из таких последних данных, что на территории России, именно, да, именно на территории России YouTube по количеству пользователей, по количеству просмотров занимает четвертое всего лишь место после Яндекса, Гугла и Контакта. Поэтому заходить в YouTube сейчас очень много ниш свободных, очень много бизнесовых ниш свободных. Поэтому заходить очень-очень нужно и именно сейчас. Вот сейчас вот я вам объясню, почему. Значит, чем еще отличается и самая главная фишка, отличие от других соцсетей YouTube, то, что YouTube имеет SEO-оптимизацию, да, алгоритмы, SEO-алгоритмы, благодаря которым, благодаря которым абсолютно бесплатными методами ваше видео будет работать на вас, вот как мы говорили, долгие годы, да. То есть если вы даете таргетированную рекламу в соцсетях, там, или ВКонтакте, или в Фейсбуке, то покуда вы вложили свои средства, покуда есть деньги на рекламу, да, ваше видео работает. Согласны со мной, да? Закончились деньги, да, увы, реклама прекратилась, и трафик тоже прекратился. Что касается YouTube, здесь все работает абсолютно по-другому. Вот покуда существует ваше видео, покуда оно у вас набирает просмотры, оптимизированное, да, грамотно названное, мы с вами говорили, да, благодаря правильной оптимизации, да, именно SEO-оптимизации, оно как снежный ком только будет набирать и просмотры, и трафик, соответственно. Вот это очень важно, друзья мои. Ну, конечно, если вы подключите рекламу, это будет вообще замечательно. Так, вопросы. Не успела увидеть первый вопрос, но вот то, что сейчас я смогу прочитать. Так, если вставить ссылку с YouTube на Facebook, будет только ссылка, живого видео не будет. Ссылку с YouTube на Facebook будет. Почему? Будет и живое видео. Можно вставить ссылку. Единственное, Игорь, что Facebook не будет продвигать репост с YouTube вашего видео. Поэтому, если вы хотите продвижение видео на Facebook, то лучше залить его с носителя, с компа. Это уже однозначно. Так, Елена Эрмис. Убедительно очень. Да, согласна, Елена. Есть канал, но профессионально не пользуясь. Обязательно нужно. Елена, тем более у вас такая тема интересна. Обязательно подключайте, и это пользуется популярностью огромной. Кстати, друзья мои, я хочу сказать по поводу того, что на YouTube пользуются спросом. То есть там не набирают в поисковой строке, например, что купить или где купить. Может быть, и есть где-то, но в основном набирают какие-то свои боли, проблемы, как решить какой-то вопрос. То есть образовательный контент очень востребован. Именно поисковая строка помогает найти ответ на какой-то вопрос. Поэтому вы, обладая экспертными знаниями, обладая мудростью и опытом, вы вполне можете давать свой контент на огромную миллиардную аудиторию, находя свою по запросам. Так, Елена. Так, возьму. Я вставляла видео с YouTube, и все показывает. Да, показывает, конечно, показывает. Итак, SEO-оптимизация. Еще я хочу сказать вам, почему нужно заходить сейчас. Я знаю, что многие, вот вы тоже сейчас пишете, что есть канал, но не использую его как инструмент масштабирования, как инструмент своего бизнеса. А это великолепный инструмент. И когда меня спрашивают, что важнее, Facebook или YouTube, я вам скажу так, что действительно, ну, как сказать, что важнее, там, правая рука или левая рука, правая нога или левая нога. Вы знаете, очень важно. Это инструменты, которые только расширяют ваше влияние, да, на аудиторию, на ваш бренд, на вашу популярность, на вашу известность. То, конечно, нужно использовать все инструменты как можно больше. Так, давайте коллаборировать с каналами. Анна, очень хорошая идея. Да, девушки, конечно, давайте я очень-очень даже вас поддержу с этими идеями. Коллаборация сейчас очень популярна. Вот, выбирайте по тематике, очень близкие по духу каналы. Вот, и, конечно, партнертесь, это очень хорошо. Так, итак, SEO-оптимизация. И почему заходим именно сейчас? Значит, вот представьте себе, ваше видео оптимизировано, да. Вы выкладываете свое видео, оно выходит у вас в топ, занимает топовые позиции. И тот, кто войдет уже позже вас, да, вот с такой же абсолютно тематикой, точно так же хорошо оптимизирует видео, да, так же хорошо его продвинет, но он уже с вашей позиции, да, вас уже не сдвинет. То есть вы останетесь на этой топовой позиции. Поэтому сейчас вот я рекомендую вам всем подумать над тем, что прямо сейчас начать создавать свой бренд именно в YouTube. вот, так, ну что, вопросы есть, я смотрю еще, да, есть ли оптимизированный, оптимальный размер для видео на YouTube? Пыталась скачать, пыталась закачать, так, слишком длинное, да. Вы знаете, я скажу так, длинное видео тоже можно закачивать, но там первоначально вам нужно немножечко поработать со своим каналом, да, заполнить, оформление сделать ему, да, наполнить его видео. Меня часто задают этот вопрос. Оптимально для легкого такого продвижения две-три минуты видео. Вот они очень легко раскручиваются, легко набирают просмотры. Но лучше всего, вот если тем более какие-то образовательные каналы, да, то лучше всего все-таки писать до 15 минут. Вот от 7 до 15 минут. Я вот на своем опыте убедилась тоже, что вот такие видео очень хорошо работают. Вот в похожие видео рекомендованные попадают видео, которые вот более 10 минут. Вот, поэтому вот придерживайтесь так. Ну, а, конечно, если большое длинное видео, там, вебинар, рекомендуется вообще на каналах их тоже закачивать, рекомендуется, потому что длинное видео, да, то есть это большое количество времени, минут просмотра, и где-то раз в месяц, да, делайте длинные видео обязательно. Вот. Конечно, очень важно и регулярность видео, да, и регулярность видео очень важна. Так, так что если мы говорим с вами о Ютубе как инструменте для своего масштабирования, для брендирования, для своей популярности и узнаваемости, то этот инструмент просто необходим для каждого предпринимателя, эксперта, коуча и психолога. И хочу вам сказать, что каналов сейчас ниша, да, еще очень много открытых, особенно у нас в России, за рубежом, пробиться в бизнес-тематике очень сложно. Вот я чем больше погружаюсь, да, в бизнес-тематику, и сейчас у меня еще один такой серьезный канал по бизнес-тематике, я смотрю, что ниша абсолютно свободна. Поэтому заходите в Ютуб, открывайте канал, и если у кого-то у вас еще не создан канал, открывайте и, да, и начинайте работать со своим брендом. Так, друзья мои, если есть еще какие-то вопросы, если я убедила вас в том, что Ютуб прекрасный помощник и маркетинговый инструмент для вашего видео, да, я очень рада и хотела бы на этом завершить свой прямой эфир. Пойду знакомиться с библиотекой. Все, благодарю вас за внимание, и до встречи в следующем эфире в среду в 11 часов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok